Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире библейский портал Экзегет. К нам поступил вопрос. Что важнее, хорошее знание Библии или сердечная молитва? Мне кажется, что важным ответом на этот вопрос могут быть слова святого апостола Луки из 2 главы книги «Деяний», знаменитый 42 стих. И они постоянно пребывали, имеются в виду первые христиане, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Вот четыре столпа христианской жизни. Учение апостолов, вне всякого сомнения, включало в себя изучение Библии. Потому что апостолы — это наследники всей ветхозаветной традиции. А мы знаем, что даже неграмотные люди знали огромные отрывки, иногда даже целые книги наизусть священного писания. А книжники знали значительно больше. И это принципиально было, потому что тексты могли быть уничтожены. Этот сюжет взят был Брэдбери для «451 по Фаренгейту» знаменитой книги. Действительно так и было, потому что во множестве нашествия окружающих народов уничтожались драгоценные свитки, которые были на вес золота. И всегда было 10, 15 или 20 книжников, разбросанные по разным городам. Больше всего, конечно, в Иерусалиме, которые до последнего знака знали текст. И задача была передать это знание. И синагогальная система — это система изучения священного писания, толкования правильного и запоминания его. Но, несмотря на то, что апостолы, безусловно, продолжали учить своих новых учеников, уже христиан, священному писанию, конечно, как мы читаем, они пребывали в молитве. Поэтому, мне кажется, что вопрос сам по себе не очень корректен. Важно и то, и другое. Более того, если человек пренебрегает изучением священного писания, то с годами его вера может быть потеряна. Веру нужно изучать. Верой нужно заниматься. Ее нужно все время углублять и расширять. И вот учение апостольское — это что такое? Это учение Христово. Они не свое учение передавали, а передавали учение Христово. И вот учение Христово, которое совместно с молитвой, это то, в чем реализуется наша вера. А еще она реализуется из этого стиха, понятно, в причастии тела и крови Христовых и в общении. Это удивительно. Причем общение стоит перед преломлением хлеба, этими словами обозначено Евхаристия, и перед молитвой. И в этом смысле наша современная приходская жизнь часто бывает очень ущербна. Именно потому, что нет общины, которая происходит от этого слова. От слова общения. Поэтому нужно и то, и другое. Молитва, когда человек погружается в изучение Священного Писания, совершенно по-другому в нем совершается. И совершенно по-другому читается Священное Писание. У нас есть чеканная формула древних христианских святых отцов. Кто истинно молится, тот истинный богослов. Мы можем перефразировать ее и сказать с полной уверенностью в правоте этих слов. Кто истинно молится, тот истинный экзегет. Потому что толковать Священное Писание можно очень по-разному. И мы знаем, что Священное Писание очень часто извращается. Вот об этом очень много говорил преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Такой замечательный святой. Он говорит о том, что люди под свое неправильное внутреннее устроение находят, выдергивают из контекста цитаты и оправдывают им свою какую-то ложную направленность духовной жизни. Поэтому и молитва, и Священное Писание, когда они вместе, вот это родные сестры в деле спасения. Нужно и то, и другое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok